Школа раздора Женское – это дело. Солдатский режим, стрельба из боевого оружия, рукопашный бой. Как служатся женщине в войсках специального назначения. Служба, военная служба – это не, как вам сказать, это в пользу наоборот. Это для здоровья в пользу. Потому что у нас также и мы физическая подготовка. Вечер новостей. В эфире телеканал «Апрель». Я Наталья Кролевич и мои коллеги расскажем о наиболее важных событиях уходящего дня. Здравствуйте. Жестокое разбойное нападение с применением оружия произошло сегодня ночью в селе Бешкунгей. Двое неизвестных в масках и перчатках на угнанной автомашине «Субару Форестер» умышленно врезались в автомобиль «Тойота». После чего злоумышленники открыли стрельбу из травматического пистолета в семейную пару, которая находилась в «Тойоте». Преступники забрали 320 тысяч долларов и скрыли с места преступления. Потерпевшие госпитализированы в реанимационное отделение Чуйской областной больницы. Сообщается, что в женщину стреляли в упор в височную область. Ее состояние оценивается как тяжелое. Ее супруга сильно избили. У него сотрясение мозга и перелом костей черепа. В Ленинском районном суде сегодня должно было пройти первое заседание по делу строительства школы в Калы-Сордон. Ее фигурантами являются экс-градоначальники Албек Ибраимов и Кубаныч Бек Кулматов. По словам их адвоката Сергея Слесарева, уголовное дело обоих подзащитных объединили в одном. Подсудимым инкриминирует коррупцию. Следствие настаивает на том, что бывшие чиновники умышленно допустили завышение объемов строительных работ и материалов на сумму более 12 миллионов сомов. Рассматривает уголовное дело председатель Ленинского районного суда Кубаныч Бек Касымбетов. Он известен тем, что вынес обвинительный приговор бывшему генпрокурору страны Айде Соляновой. Но суд в итоге так и не состоялся из-за отсутствия необходимых условий для проведения процесса. Зал оказался слишком тесным для такого количества людей. Заседание перенесли на 13 марта. Кстати, сам Кулуматов отмечал, что построил большую школу в Калы-Сурдо, и это было жизненно необходимо. Но даже с учетом этой новой школы дети в новостройке все равно обучаются посменно. Здание вместило в себя в три раза больше учащихся, чем ожидалось. При этом они не выглядят переполненной. На месте побывала наша съемочная группа, и впечатлениями от увиденного поделится наш корреспондент Канатор Скулов. Скандальное учебное заведение в Калы-Сурдо, из-за которого сейчас судят бывшего мэра столицы Куанычпека Кулматова. Мы решили узнать, что с этой школой не так. Администрация школы сейчас интервью давать опасается, но провести съемку в школе разрешили. Так что мы пойдем на экскурсию. Главное нововведение школы – это скуд-система контроля и учета детей. У каждого школьника вот такая карточка с персональными данными. Вот как это работает. Проходим через турникет, и тут же высвечиваются данные. Если школьник опоздает, то это будет заметно точно. Богатая библиотека, громкие имена писателей и абсолютно новые книжки. Но если и этого недостаточно, в школе есть библиотека электронная. Вот она. Прекрасная инсталляция. Такая же есть там, но самая важная и самая ценная, конечно, в компьютерах. Возможность обучаться игре на комузе здесь есть всегда, так как инструментов предостаточно. Кроме того, здесь есть пианино, баян, дамбра, но больше всего не приглянулся вот этот инструмент. Он называется даб, он уйгурский. Он сделан из верблюжьей кожи, а это самый настоящий верблюжий хвост. Каждый день в школе кормят как минимум 1300 детей. Хлеб пекут тут же в местной пекарне. Вот оно, золочистое чудо. Тут же делают выпечку. Дети точно не останутся голодными. Мы все еще в Калысо-Ордо. Это такой стоматологический кабинет прямо в школе. Представляете? Здесь осматривают и лечат зубы детей до 10 лет совершенно бесплатно. Школа в Калысо-Ордо оказалась очень вместительной. По плану она рассчитана на 660 человек. На деле здесь обучается 2500 учащихся. Дело в том, что многие родители выбирают именно эту школу для своих детей. Адвокаты, обвиняемых по делу ТЭЦ, потребовали исключить из материалов дела результаты экспертизы. Напомню, эксперты вынесли заключение, что стоимость строительства новой теплоэлектроцентрали была завышена на 111 миллионов долларов. Однако на самом деле, на самом суде, обосновать свою позицию не смогли. Как ответить на ряд технических вопросов? Кроме того, по словам защиты, экспертизу провели с грубыми процессуальными нарушениями. Впрочем, экспертиза далеко не единственная нестыковка в деле Сапара Исакова и его коллег. Тему продолжит Марат Ахматов. Где доказательства? Не первый месяц адвокаты повторяют один и тот же вопрос. По их словам, ответа нет ни в результатах следствия, ни в заказной экспертизе. Наоборот, вопросов стало еще больше. А после выступления генерального прокурора от Курбека Джамшитова в парламенте, все сомнения развеялись. Это дело исключительно политическое, уверены юристы. Закон о ратификации кредитного соглашения, он до сих пор действует, он не отменен. И следователи, прокуратура, предъявляя им обвинение в том, что это кредитное соглашение невыгодно, они по сути отменяют закон, они превышают свои полномочия. Они могут предъявить такое обвинение только после того, как будет отменен закон. С юридической точки зрения это абсурд и самая главная нестыковка в деле о модернизации ТЭЦ. По сути, получается, что обвиняемые не могли нарушить закон, принятый в 2013 году парламентом. Они были обязаны его исполнять. К слову, он действует до сих пор, и никто его не отменял. Что же касается невыгодности соглашения, претензии по этому вопросу, считают юристы, в первую очередь должны быть к депутатам. Именно они в 2013 году говорили о выгоде соглашения. Посольство Китая направило официальное письмо, где они указали нам конкретную кампанию. Наша ТЭЦ станет намного лучше. Увеличится мощность на 300 мегаватт. Уважаемые депутаты, мы должны поддержать это соглашение. Нам нужна ТЭЦ. Вот сравните предыдущие соглашения с другими странами. Это соглашение для нашей страны очень выгодное. Решение нашего комитета таково – рассмотреть соглашение сразу в трех чтениях, поскольку китайское правительство обещает финансирование уже с 10 декабря. Но следствие посчитало депутатов жертвами. Мол, на решение каждого из 120 политиков тогда повлиял один Саппар Исаков. При этом сторона обвинений не предоставляет доказательства, как и когда именно экс-премьер-министр лоббировал соглашение. У следствия в распоряжении только домыслы, утверждают юристы. Какова мировая практика расследования по коррупции? То есть отслеживают транзакции, вычисляются, где хранятся деньги, кто хранит деньги, кто передает деньги, где они вообще вот это добытое все хранят. Поэтому Джамшитов перед публикой сказал, такую видимость изобразил, что как будто бы есть какие-то там офшоры, счета. На самом деле по делу пшик, ничего нету, никаких транзакций там не выявлено. Там просто слова. Все дело, вся коррупция, догадательства коррупции основаны просто на словах. Основной упор прокуратура делает на итоге экспертизы. То, что там написано, как нужно обвинителям, адвокаты не сомневаются. Это заказная, фактически купленная экспертиза, говорят они. И то, получить нужные цифры следственные органы смогли только со второго раза. Первая попытка налепить обвинение потерпела фиаско, говорят юристы. Была самая первая экспертиза по делу, которая не устраивала следствие. После этой экспертизы посадили директора государственной судебной экспертной службы, заместителя директора государственной судебной экспертной службы и руководителя строительной технической экспертизы. Потом назначают повторную экспертизу. Естественно, вы сами понимаете, да, после того, как сажают все руководство экспертизы, после той. Уже понятно, что повторная экспертиза просто будет сидеть и спрашивать следствие, скажите, что вам надо, скажите, что вам надо, мы вам то и напишем. Адвокаты опасаются, что и суд в итоге будет принимать решение не исходя из фактов, а как нужно властям. Сомнения не безосновательны. По мнению стороны защиты, предварительные слушания показали, что Фемида больше благоволит следователям и не принимает во внимание доводы адвокатов. Новым генеральным директором УТРК стал Джайна Кусенулу. Сообщается, что за его кандидатуру проголосовали 13 из 15 членов наблюдательного совета. Официально он вступит в должность 19 марта. Напомню, что до этого Джайна Кусенулу возглавлял телекомпанию НТС. Изначально на пост гендиректора телерадиокорпорации претендовали 19 человек, но в ходе отбора несколько кандидатов взяли самоотвод, а некоторые были дисквалифицированы наблюдательным советом. Добавлю, что генеральный директор УТРК избирается сроком на 4 года. Уволен директор Центра реабилитации детей и молодежи Алексей Петрушевский. Такое решение приняли в Управлении социального развития мэрии Бишкека. В муниципалитете сообщают, что на основании Трудового кодекса отношения могут быть прекращены без указания мотивов расторжения. Сам Алексей Петрушевский не согласен со своим увольнением и намерен оспорить это решение в суде. Он сообщил информагентству 24КГ, что уволили его непонятно за что и не смогли внятно назвать причину. Сам же он связывает свое увольнение с тем, что он не позволяет закрыть Центр реабилитации, пойдя против инициативы депутатов Бишкекского горки Неша. Напомню, что последние под предлогом того, что здание Центра используется не по целевому назначению, предлагают открыть в нем детский сад. МВД решило саботировать безопасный город и сорвать реализацию проекта. К такому выводу приходят СМИ после анализа ситуации с затягиванием рассылки писем счастья. Агентство 24КГ выяснило, что в ГОБДД нет даже оборудования, на котором будут печатать и конвертировать постановление о нарушении правил. Почти через месяц после того, как безопасный город заработал. В МВД объявили тендер на покупку оборудования, а потом тут же отменили его. В чем подвох? Разбирался Канат Канеметов. 12 февраля безопасный город точно заработает, обещали чиновники. Точно так же они бились об заклады и раньше, но каждый раз проект срывался. И вроде бы на этот раз обещание своей власти наконец-то выполнили. С высоких трибун объявили, что безопасный город работает в штатном режиме. Камеру установили на 10 перекрестках столицы, 17 стационарных рубежах, плюс 20 передвижных аппаратно-программных комплексов. В первый же день после запуска камер кыргызские водители сломали все стереотипы. Мало кто пересекал двойную сплошную, проезжал на красный и поворачивал со второй полосы. Но внезапная законопослушность создала новую проблему. Город буквально встал. Многокилометровые пробки по утрам и вечерам теперь обычное дело. Власти в итоге оказались не готовы к реализации столь масштабного проекта. Первым вышел из строя портал Госуслуг, с помощью которого можно проверить наличие штрафов за нарушения. Сайт услуги.gov.kg перестал работать. Вскоре проблему вроде как решили. Штрафы начнут приходить водителям через неделю после запуска проекта. В 20-х числах февраля рапортовали в Крыгоспочтасы. Но ни в день Икс, ни позже никто писем счастья так и не получил. И только потом чиновники вспомнили, что поправки в кодекс о нарушениях еще не вступили в силу. Но не успели новые кодексы заработать, как в парламенте решили их изменить. Депутаты одобрили новую норму, согласно которой нарушитель получит 50% скидки от суммы взыскания, если оплатит штраф в течение 15 дней. Но вот незадача. Вступить в силу поправки должны только 4 марта. А за это время кодексы уже начали работать. За две недели работы камеры зафиксировали 19 тысяч нарушений, заявили в МВД. Давайте посчитаем. Размер минимального штрафа 1000 сомов. И правительство почему-то отказалось как минимум от 19 миллионов сомов. Водители не получат уведомления о нарушениях из-за юридических коллизий, объяснили правоохранители. Поправки вступят в силу только с 4 марта. С юридической точки зрения мы не можем применить эту норму для тех, кто нарушил ПТД раньше, чем закон вступит в силу. Получается, что эти люди лишатся возможности воспользоваться скидкой. Поэтому и принято решение, что штрафы начнут выписывать только с 4 марта. Видимо, никто в правительстве не читал Конституцию, где черным по белому написано. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон из статьи 28 Конституции Кыргызской Республики. Уже после вступления в силу новых поправок начались проблемы с приложением «Штраф.Инфо», с помощью которого можно проверить наличие штрафов. Работать он просто перестал. Рассмешили людей и новые разметки на улицах. На проспекте Монаса утром 4 марта водители с удивлением обнаружили сразу две двойных сплошных. А 5 марта, когда с запуска проекта прошло несколько месяцев, ГОПДД вдруг решила купить оборудование для распечатки писем счастья, две конвертовальные машины и два струйных принтера. После того, как поднялся шум, ГОПДД внезапно заявили, что необходимость рассылать письма счастья вдруг отпала, и опять водители так ничего и не поняли. Канад Канеметов, Хасан Гафиров, телеканал «Апрель». Казалось бы, отряд специального назначения и женщины – понятия несочетаемые. Однако мнение – это ошибочно. Как раз об этом наша следующая история. В детстве мне очень нравилось быть женщиной в форме. Я горжусь этим. И я очень рада, что я в данное время военнослужащая женщина. Мне сейчас в данное время 43 года. Я с 25 лет здесь я служу. Вместе с молодыми, сейчас в данное время, хоть несмотря на возраст, вместе с молодыми мы вместе шагаем, вместе с молодыми мы бегаем, вместе с молодыми стреляем. Так как у нас тоже есть ограничение возрастной физической подготовки после 40 не будет. Но я все равно бегаю. Служба, военная служба – это не, как вам сказать, это в пользу, наоборот. Это для здоровья в пользу, потому что у нас также и мы физическая подготовка. Харший сержант Курманова! На рубеж открыть огня! К бою! У нас женщины военнослужащие в нашем «Скорпионе» во всем, они очень у нас дружные, во всем они успевают. Они даже на полевый выход, когда выходят у нас в боевых подразделениях, они на неделю вперед, зная, что они на полевый выход войне пойдут, они все прям запланируют, все заранее. И они никогда, они не жалуются, что они на полевом выходе, никогда. То вместе с мужчинами они и тренируются. Мы успеваем. Ночью, когда патриоги поднимают, мы, как положено, пребываем вовремя. Стараемся. И я за свою службу, я не опаздывала. Я потому что я переживаю. За каждый миг, за каждый этот я переживаю за свою службу. Мы им на занятия ходим. Точно так же нас всему обучают. Мы, как мы в районе говорили, что спецназ, мы женщины, мы во всем должны, и не только женщины, все военнослужащие, мы должны спецназа на все универсальное быть. Бывали такие разговоры среди друзей гражданских, они-то этого не понимают. Они всегда говорят мужу, как ты среди мужчин позволяешь жене служить. Но муж ему у меня всегда гордо говорит, это не то, что ревность, он наоборот гордится, что у него жена военнослужащая. Не хотелось уйти, потому что я хочу, чтобы вот с самого начала, как я сюда пришла, я хочу достойно уйти на пенсию. И по традиции в завершении нашего выпуска смотрите обзор спортивных событий. Сегодня его подготовил наш обозреватель Виктор Алексеев. Вчера Лига Чемпионов подарила болельщикам пока лучший матч 2019 года. На Сантьяго Барнебео Амстердамский Аякс уничтожил Мадридский Реал в ответном поединке 1-8 финала. Уже на седьмой минуте Хаким Зиеш открыл счет, а спустя 10 минут Давид Нерес удвоил преимущество голландцев. Во втором тайме Душан Тадди, Челаса Шона забили еще два мяча и отправили Реал и всех его фанатов на стадионе в глубокий нокаут. Единственное, на что сподобились вчера Сливач, но это гол престижа от Марка Асенсио. Но он им не помог. Таким образом, Аякс впервые за 16 лет пробился в четвертьфинал Лиги Чемпионов. А в параллельном матче лондонский Тоттенхом обыграл на выезде Боруссию и также вышел в 1-4. Хаги Кейн забил единственный гол, но на фоне безумия в Мадриде это было никому не интересно. Спортсменка из Кыргызстана Ева Кадырова победила на международном турнире по легкой атлетике в Белоруссии. За медали боролись более 600 спортсменов из Белоруссии, Латвии, Израиля и Казахстана. Кадырова участвовала в беге на 60 метров, где были заявлены 18 спортсменок. Наша спортсменка преодолела дистанцию за 7,65 секунды, заняла первое место. Кстати, результат Ева Кадыровой стал рекордом соревнований, который держался более 20 лет. Также ее признали лучшей спортсменкой всего турнира. На этом на сегодня все. Материалы наших журналистов читайте, смотрите и обсуждайте на страничках апреля в соцсетях. Всем приятного вечера и до свидания.